всем привет как всегда спасибо вам за то что смотрите вот это спасибо за то что материально поддерживаете канал по мере возможностей за то что пишите комментарии это очень приятно интересно и полезно и на самом деле самое главное ради чего все это делается напоминаю существование плейлистов чуть не забыл додумал что-то надо было сказать вот плейлисты смотрите если вы хотите какую пластинку видеть в моих руках зачем-то непонятно ли чего то посмотрите сначала в плейлисты там уже очень много чего показано рассказано даже иногда на пета так что начните с плейлистов а может не начинать можете просмотреть потому что все равно все очень хорошо вот например плосинка тату ю группа the rolling stones это не первый ролик мой про rolling stones я безумно люблю эту группу и считаю воплощением рока как такового если хотите узнать что такое рок-музыка слушайте the rolling stones там все про это вам сказано будет спета сыграно станцовано и прочее прочее ну действительно на мой взгляд это да я уже говорил много раз про свое отношение к rolling stones тоже с чего же начать нужно начать с 1980 года когда кит ричардс пришел на концерт чака бэрри в нью-йорке ему понравилось не первый раз он видел услышал чака бэрри слава богу играл его песни уже пару десятков лет но он зашел в гримерку после концерта чак бэрри стоял к нему спиной и ричардс хлопнул по плечу сказал чувак все было круто на что чак бэрри развернулся не глядя не понимая кто стоит за его спиной врезал прямо в глаз назойливому фанату как показалось я кубы и ушел по коридору куда-то не оборачиваясь ну ричардс с заплывшим глазом ушел в другую сторону но не драться же ему с великим чаком бэрри правда бессмысленно чак бэрри вообще он на сын только веселый человек в жизни то он такой как говорят все очень жесткий парень вот был ну а через пару дней чак бэрри на каком-то мероприятии встретил рона вуда и стал перед ним извиняться брат я тебя ударил позавчера прости уж я думал это просто какой-то фанат отмороженная а ты вот такой замечательный гитарист рон вуд пожал плечами да да конечно спасибо да он буду там и не было на этом концерте он понял потом что он перепутал что чак перепутал его с китом ричардсом ну все равно приятно когда перед тобой извиняется чак бэрри вот такая история 80-ый год кроме того это я говорю о сложностях жизни рок-звезд кроме того группа готовила большой тур 81 года который должен был принести и принес собственно говоря 50 миллионов фунтов чистой прибыли что из этой суммы получили музыканты я не знаю думаю что большую часть конечно хотя расходная часть сами понимаете какая вот ура огромная 10 миллионов фунтов принес мерч то есть всякие футболки статуэтки плакатики открытки значочки всякой вот этот дребедень и один из первых спонсорских контрактов был заключен если не самый первый какая-то парфюмерная фирма за рекламу своего бренда на этом туре заплатила 5 миллионов фунтов на расходы группе это было приятно тур планировался большой и такой тур требует огромной предварительной работы то есть музыканты были помимо того что заняты репетициями еще и общением с разного рода людьми в большом количестве техническими службами с администрацией с финансовыми директорами и другими разными бухгалтерами с продюсерами с миллион проблем в общем в общем все были заняты очень сильно плюс ко всему кит ричард занимался выпуском пластинок питера тоша который окончательно слетел с катушек к тому времени после смерти боба марли хотя концерты играл говорят что как-то совершенно отвязанно и вел себя нехорошо ричард су нужно было это дело контролировать раз уж он взялся продюсировать питера тоша у джаггера были свои дела там связанные с киноиндустрией в общем при этом еще подготовка тура а надо было выпускать альбом и что было делать но пришел на помощь незаменимый кимси продюсер который сказал что ребята у вас такое количество материала записано начиная с 1972 года что из этого материала можно не то что альбом собрать а можно на нем жить еще весь остаток жизни нужно настоящий продюсер фиксирует все что происходит в студии и в результате нафиксировано было например песня из которой вырос бессмертный хит группы the rolling stone start me up версии было сохранено господином кимси 20 ровно штук 20 вариантов записи этой песни она была записана в стиле рогей записана она была в период работы над альбомом black and blue 76 году потом она была переработана на сессиях пластинка some girls и один из вариантов переработки был стиль рок вот этот вариант кимси взял принес его в студию группа перезаписала гитары наложила тяжелые гитарные рифы туда джаггер написал новый текст изменил название перепел бэк-вокалы записали привели в чувство и получилось великое творение которое rolling stones после этого играли на всех своих концертах и которая убила просто радиовещание во всей америке потому что после выхода пластинки татую эта песня стала звучать везде на всех радиостанциях и заняла там все какие-то там первые места в разных этих самых списках что касается собственно пластинки про старт мяп немножко да я рассказал пластинка должна была называться тату просто джаггер потом говорил что откуда появилось слово и у я понятия не имею я планировал назвать эту тату кто придумал тату и убит я не знаю кроме того на пластинке на обложке нет никаких кредитов кроме название песен мелким шрифтом красненьким на зеленом фоне что очень плохо читается на самом деле но никаких больше никакой информации больше не кто на чем играет кто в какой песне что поет где бэк-вокал где еще какие-то люди а людей здесь была масса кроме the rolling stones очень много музыкантов принимали участие в том числе пит таунсен кстати пел этот бэк-вокал одной песни еще ну я не говорю уже про там ники хопкинса и диана стюарта уэйна перкинса который сыграл на гитаре в песне сейчас скажу какой я забыл песни world about you очень интересная соло напоминающая сантану и явно сыграно не музыкантами rolling stones не потому что они плохо играют или не умеют просто не их стиль совершенно очень интересно в общем очень много музыкантов ни одной фамилии здесь нет джаггер мотивировал это тем что он устал писать кредиты его задолбала эта история писать все вспоминать кто на чем играет я уже не помню кто играл такое количество дублей такое количество музыкантов где кто пукнул на перкуссии или сыграл две ноты на гитаре это же невозможно запомнить а потом еще все это проверять ошибки вычитывать а потом из типографии когда придет макет еще смотреть нет ли там ошибок не напортачили летом говорит нет нафиг я не буду больше этим заниматься в результате ничего нет вот такая история и кимси продолжал собирать записанные куски песен недописанные песни недоработанные песни версии без вокала версии с недописанным вокалом и набрал довольно приличное количество музыканты стали это дело отслушивать старт меня получился блестяще и стали работать над остальными песнями но песней как я уже говорил разных лет поэтому мы можем услышать здесь например мика тейлора в двух песнях миг тейлор когда услышал вышедший альбом подал иск естественно а ну-ка заплатите ко мне авторские хотя он соло там наиграл так себе прямо скажем это песня топс и войти на на френд песни записанная на ямайке инструментальные партии записаны на ямайке были в период работы над god's head soap и наиграл ну соло соло какие там авторские права и джаггер сказал что какие тут авторские права парень что ну сыграл сыграл что-то давно играл я не знаю как они разошлись но каким-то образом разошлись в результате история об этом умалчивает знаю только что тейлор взбесился крепко от этого остальные песни например песня slave замечательная была написана записана на сессиях black and bloom также как и start me up и а остальное остальное массив это период emotional rescue и sun girls оттуда были взяты вот эти инструментальные партии и переиграны дописаны доиграны получился на удивление цельный альбом монолитный прямо такой как будто вот все написано специально единственная песня написанная для альбома даже не для альбома она была написана просто чуть пораньше после emotional rescue это neighbors целиком была записана и ждала своего часа и суть этой песни вообще песня документальная просто соседи кита ричардса который жил в центре манхэттена в хорошей квартире были возмущены тем что он очень громко слушает музыку и взялись его выселить не знаю опять-таки получилось у них это или нет думаю что нет но песня neighbor соседи да она именно об этом документальное повествование от злых соседях то не дают слушать музыку нормальному хорошему парню к слову сказать я бывал в америке в разных домах и слышимость везде ужасная чудовищная разные районы разные города разные дома но если твой сосед другой квартире чешется ночью ты точно можешь сказать какую часть тела он чешет настолько там все слышно и конечно соседям кита ричардса было не очень хорошо но пластинка изумительная первая сторона вся мощная вся рок-н-ролльная вся ломовая просто сыграно сыграно ребята так что ну это такой гитаризм это такой рок-альбом это такая гитарная игра что просто ну это наслаждение вот это вот все вот не расковыривать от погружаться в эти малопредсказуемые аккордовые сольные штучки которые в каждой песне просто таким плотником идут и так их много и все все это вот так вот играет друг с другом ритмически поддерживает туда-сюда так всяк просто и звук очень хорошая чудесный гитарный звук изумительный и просто а вторая сторона она более лирическая такая более как будто специально так написано хотя песни я говорю начиная с 1972 года с 72 по 79 год все песни вот так получилось слэйв блестящий номер такой медленный тяжелый фанк с блюзовыми интонациями и очень напоминает период стики фингерс напоминает тем что в стике фингерс очень много внимания уделено импровизациям длинная там пара полотен и здесь конечно с импровизацией все в порядке на слэйв очень очень интересно длинно и много на компакт диске песни звучит на две минуты дольше еще чем на виниле там еще больше игры всякой разной поэтому выбирайте я выбрал винил как всегда и играет здесь sony rollins играет не только в слэйв он играет в песне neighbors и в песне уйти но на френд там где злобный миг тейлор присутствует и появление sony rollins за она удивительно потому что sony rollins это колосс джаза гигант и все говорили что да он не придет к вам rolling stones но это не его стезя не его музыка однако джаггер ему позвонил ролинс пришел в студию с саксофоном скажу я с удовольствием с вами поработаю миг мне очень нравится все пошел в камеру звукозаписи и миг попросил брат а можно я постою с тобой рядом в камере звукозаписи посмотрю как ты играешь на что ролинс сказал отлично я этого и хотел и мне нужно чтобы ты танцевал а я буду тебя смотреть как ты танцуешь и играть эмоции играть твои эмоции и джаггер вошел стал поддерживать танцем фонограмму и rollins на него смотрел и играл то что танцует миг джаггер вот такая штука в общем литл 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 тей нтей поет кит ричардс изумительный расхлябанный рок-н-ролл чудесные и вообще дальше просто ну слов нет хэван психоделический номер пространный очень на второй стороне мне очень все здесь нравится на и бросит дикий рок-н-ролл невероятные совершенно вот и болты you не зимой красоты песня так же как и вся вторая сторона пластинка прекрасная одна из моих любимых у дровин стонс хотя они все мои любимые поэтому я пошел пить и оставляю вас с прослушиванием пластинки tatu you группы номер один пока